Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Отправится кинодива, продюсер, актриса, казашка Куралай Анарбекова. Я не знаю, кто популярнее, я или ворота Индии. Вместе с ней в приключения ворвется блогер, ведущий и просто скромный казах Гани Ажикенов. Самый лучший ведущий, сказка мужчина, желанный жених и просто красавец. Я солнышко, а вы все мои планетки. Это будет самый головокружительный. Издеваетесь надо мной? Мы так низко летим над океаном. О, это супер! Самый экзотичный. Я не хочу этого. И самый казахский сезон орла и решки. Соленец тебе. Казахстан, миссию съем! Кто из казахов проведет уикенд на 100 долларов? Не хочу, но что-то... Я уже все. А кто будет жить как миллионер, как всегда решат... Орел! Решка! Кайру Тандо Стар! Ассалам алейкум, друзья! Мира вам и добра! Орел и решка продолжают путешествовать по нашей удивительной стране. Сегодня мы прилетели в священный город Туркестан. Курлая-то знала, что Туркестан раньше был столицей казахского ханства. Так вот, этот уикенд я планирую путешествовать как настоящий хан. А у тебя какие планы? Странствовать по степным просторам с рюкзачком и протянутой рукой? Не тебе решать, Гани. Решит монетка. Орел! Решка! Ой, все понятно, Китчора. Ну, удачи. И сейчас автобусная остановка там. И вот это твоя. На, вот это тоже прилипся. А это моя история с каблучками, походу, заканчивается. Ай, Гани, везет же тебе. Турция, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Все эти страны называют тюркским миром. И у него есть одна духовная столица – Туркестан. Маленький город на самом юге Казахстана. Маленький город на самом юге Казахстане. Первое, что видят туристы в Туркестане – это новенький международный аэропорт Хазрет-Султан. Как все красиво, все современно, чисто. Все для дорогих гостей. Все да не все. Нет обмена валют. Обмен валют пармонной жилья? Вообще аэропорт тоже. Дело в том, что в Казахстане мало ходят наличные деньги. Все по онлайн-расчетам или QR-кодам. Даже билеты в автобусе. Взять билет. Где можно? QR. Электронный билет. Все это, конечно, очень современно. Но туристу со ста долларами приходится выступать попрошайкой. Рожа Хоптер. Доллар. С измам. Несипел. Аэропорт. Аэропорт пересла? С ты. Пересла. И тебе. Она говорит, я могу за вас заплатить. Какие здесь очень добрые люди. Если у тебя на руках премиальная карта с неограниченным бюджетом, то в Туркестане тебя могут встретить как самого настоящего хана. Ёшкин кошкин. Вы только посмотрите! Посмотрите на это! За 12 лет существования Орла и Решки так нас еще не встречали ни в одном городе мира. Нигде и никогда. За мной прислали кортеж из 12 автомобилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты обмолдеть! Вообще, капец! Солосы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезд город стоит всего 15 центов. Вообще, в Туркестане все очень дешево. В принципе, в Туркестане можно за 100 долларов вот так классно провести время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается полиции и дежурной скорой, то тут даже премиальная карта с неограниченным бюджетом... Бессильно. Такое невозможно купить. Это предлагается только лишь уважаемым гостям. Я гость уважаемым, поэтому мне можно. Ну и негласно. Конечно, такой кортеж подчеркивает статус принимаемого лица. По ощущениям, что ты глава государства той или иной страны, тебя встречают ГАИ, все осведомлены. Я даже вот рукой машу, чувствую себя какой-то большой личностью, которая влияет на весь мир. Видите камеру? Такое только для уважаемых гостей. Это СМИ. Я король, хан, хан. Я как будто президент, ведь ношу с собой харизму, нагло тоже при себе. Мои братья, это Кокш, три столицы, ищем бед. Города меня встречают, я как будто президент. Веду себя как будто президент, ведь ношу с собой харизму, нагло тоже при себе. Мои братья, это Кокш, три столицы, ищем бед. Города меня встречают, я как будто президент. Город древний. Городу 1600 лет. Правда, когда в него въезжаешь, этого не видно. По ощущениям, будто бы его построили прямо перед моим приездом. Несколько лет назад власти решили, что не гоже духовной столицы выглядеть как богом забытый райцентр. И начали отстраивать ее заново. Власти поручили акиматам областей и крупным компаниям подарить городу по одному объекту. Там, к примеру, стадион, гостиницы. Ну и акиматы компании с радостью взялись за это. Еще бы они не взялись. Амфи-театр! Библиотека Фараб. Библиотека Фараб. Библиотека Фараб. Библиотека Фараб. Субтитры подогнал «Симон» Аналогов, которым нет нигде в Казахстане. Называется он «Летающий театр Алтен Самрук». Театр построен в форме золотого яйца священной птицы Самрук. Не терпится посмотреть. Цена за вход составляет 14 долларов. При входе попадаешь в интерактивный музей. Но вместо скучных полых с экспонатами, историю Казахстана показывают с помощью лазеров. 3D-карт. И видеомакетов древних юрт. Ностальгия. Я вспомню о бабушку. Но «Летающим» этот театр назвали не из-за интерактивного музея, а из-за того, что все приходят сюда полетать. Так, прям будет экстремально, кажется, да, что прям надо пристёгиваться. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А дальше внезапно гаснет свет. В полной темноте пол уходит из-под ног. И начинается полёт. Ты словно превращаешься в мифическую птицу Самрук. Тебе передают ощущение полёта птицы. Перед глазами реалистичная цифровая картинка на 180 градусов. Ты паришь над такими родными и знакомыми местами Казахстана. Вот урочище Буш-Жра. И долина Шаров, Мангастау. А вот наша пустыня Каракул. Это так красиво, что ничего не хочется говорить. Тебя обдувает ветерком. Трясётся кресло. Я так горда за свою родину, за Казахстан, что у нас есть такие красоты. Показать всё за 10 минут и через мифическую птицу Самрук – это просто сказочно. Обязательно, обязательно придите сюда. Я вам искренне советую. Я остановился в отеле «Риксос». Тут есть президентский номер. О, операторы – это хорошо. Люблю, когда меня встречает телевидение. Когда приезжают гости такого класса, они никогда не подходят к стойке регистрации. Никаких анкет и документов. Тебя сразу проводят самый дорогой номер в отеле – в президентский. Первое, что шокирует в этом номере – цена. 3,5 миллиона тенге в сутки. Давайте посмотрим, за что миллионеры отдают такие деньжища. Это получается моя столовая. Огромный стол. Мой личный повар. Зайчик, как думаешь, что здесь? Туалет? Нет. Комната для моей личной охраны. Заходи. Номер в номере называется. Охрана мне в номере не нужна. Это твоя комната. О, спасибо. Обратите внимание, я все иду, а комната не заканчивается. И здесь не заканчивается. И тут не заканчивается. Гостевой холл. Дверь закрой, пожалуйста. Это как раз чистый показатель президентского люкса. Не просто вешалка. А вешалка вот с такой штучкой. Как думаешь, для чего? Здесь ты складываешь свои аксессуары. Ювелирка. Все остается здесь. Чувствуешь, как попахивает-то, да, деньгами? Я разбогател и не сдох, как фифти. Где-то возле облаков, прямо на лифте. Целая двухкомнатная квартира. Это ванна, это не ванна, это жилплощадь. Если человек снимает вот такой президентский номер за 3,5 миллиона тенге, а это, чтобы имели в виду 8 тысяч долларов, 7500 евро, тебе берут и дарят вот таки... Ва! 87 градусов, 87 градусов. Личная финская сауна. Вот так можешь купаться. Здесь вот так вот можно сидеть. Вот самая главная фишка в дорогих этих... Ну, чтобы вы понимали, смотри. Видишь? Она бац, не лопается, она мягонька тут. Гардеробная. Все очень стильно, модно. Свет. Здесь ваша дама может краситься. Веду себя, как будто президент. Ведь ношу с собой харизму, нагло тоже при себе. Мои братья, это кокши, три столицы и чемпиен. Города меня встречают, я как будто президент. Веду себя, как будто президент. Ведь ношу с собой харизму, нагло тоже при себе. Мои братья, это кокши, три столицы и чемпиен. Города меня встречают, я как будто президент. Площадь номера 352 квадратных метра, как четыре трёхкомнатные квартиры. Я это сделал. Я король. Всё, конечно, дорого-богато, но главная фишка не в этом. Сейчас покажу. А это дворецкого можно? Хотя... Дворецкого, срочно! Да-да, за 3,5 миллиона тенге мне полагается личный дворецкий. Добрый день, Ханя Морза. Да, приветствую, Мухтар. Расскажите, пожалуйста, что умеет делать дворецкий? Ханя Морза, я могу организовать для вас трансфер, массаж в отеле-спа, обед, ужин в ресторане нашего отеля. Мы могли бы организовать для вас шоп национальных костюмах прямо у вас в номере. Слушай, Мухтар, у меня тут всего два дня, поэтому организуйте мне незабываемый уикенд. Конечно, Ханя Морза, всё, что пожелаете. Только дайте мне два часа. Врахмед. Я спросила у местных, где знакомиться с местной кухней. Меня отправили на рынок Куанш. Специалитет местной кухни – это знаменитый суп из асапа. Вкусный, сытный, питательный, а главное – очень аппетитный. Местные хозяюшки варят его уже тысячи лет, каждая по своему рецепту. Вообще асап – это традиционная казахстанская колбаса из супродуктов. В основном добавляется печень, сердце, лёгкие и другие конечности. Ну, кто как готовит. А в Туркестане вот эту колбасу варят в курдючном сале. Так получается знаменитый на весь Казахстан суп из асапа. Не терпится попробовать. К полной миске колбасы в курдючном сале идет еще ядреный лук, острый перец и приправа из перца. Для остроты. Все это всего лишь за 500 тенге или за 1 доллар. Слюнки текут. Не могу дождаться, чтобы попробовать. Выглядит аппетитно. Очень много. Это для 500 тенге очень много. Я только чувствую, что здесь присутствует рис в большом количестве и специи. И еще очень-очень много перца и курдючного сала. Так. Мне ужина ел, честно говоря. Все. Туркестан – духовная столица тюркского мира. Здесь находятся могилы великих тюркских ханов, батыров и святых. Главная из которых – усыпальница Ходжи Ахмеда Ясави. Каждый гость города должен совершить туда паломничество. Иначе визит в город не имеет смысла. Перед нами гигантских размеров могила. Это величественное сооружение усыпальницы святого Ходжи Ясави. Внутри могилы есть много помещений. Собственно, гробница, мечеть, большой зал для инаугурации, библиотека, чтобы вести дело производства, колодезная, кухня и даже столовая, чтобы раздавать пищу бедным. Казахам о Ясави рассказывать не нужно. А вот иностранцы не знают. Пусть же будет небольшое примечание для любознательных. Ходжа Ахмед Ясави – это авторитетный исламский проповедник. Кроме того, он был почитаемым суфием. Суфизм – это мистическое течение в исламе. Его духовные поиски произвели такое впечатление на мусульман, что благодарные потомки и возвели ему этот колоссальный мавзолей. Субтитры создавал DimaTorzok Ходжа учил смирению, аскетизму и уходу от мирской суеты. И так нашел путь в эзотерическое, полубожественное состояние. Каждый день паломники со всего мира приходят помолиться к его усыпальнице. Сама усыпальница находится за стенкой, и никому не разрешается туда заходить. Но можно посмотреть на нее сквозь эту решетку. Но есть исключения. Например, президент Казахстана. И в очень редких случаях уважаемые гости. Мне в этой жизни на один день повезло. Сегодня я ведущий «Орел и Решка», значит, я гость уважаемый. Слава Всевышнему! Это большая честь для меня. Слава Всевышнему! Прерывается дыхание. Мысли путаются. Я пошел. А-а-а-а... А-а-а... Говорить или что-то комментировать внутри усыпальницы – это бесстыдство. Внутри приличествуют только смиренные и возвышенные размышления о высоком. Я не могу сказать вам, о чем думал, находясь рядом с такой святыней. Это очень лично. Но это очень хорошие, светлые мысли. Друзья, вы знаете, неважно, сколько у тебя денег, 100 долларов или карта с неограниченным бюджетом, но ты не можешь обойти стороной мавзолей Ходжи Ахмеда Асуи. Ты только заходишь? Все дороги ведут сюда. Пока я посещал мавзолей, дворецкий распорядился подготовить мне легкий воздушный перекус. И явился с докладом в точно назначенное время. Прошу прощения, у нас по стандарту садиться не положено. Почему не положено? Потому что обслуживающий персонал не может быть вровень с гостем. Это может унизить и оскорбить его. Во-первых, рекомендую вам посетить лодочное шоу, которое будет покатиться в караван-сарае. И также ресторан «Сандак». «Сандак» представляет собой национальную и старинную кухню. Также хочу вам сообщить, что завтра будет проводиться масштабный кук-бар в связи с обрезанием сына очень уважаемого человека. И вы приготчены туда в качестве почетного гостя. Жемчужина Туркестана – вот этот гигантский торговый развлекательный центр. Выглядит, как дворец из восточной сказки. Называется «караван-сарай». Понятие «караван-сарай» из прошлого. Это гостиница для караванов. Этот мега-проект – дань уважения славной казахской традиции. В старые времена караваны останавливались здесь на ночь. Путники ужинали. Выступали музыканты. В лавках торговали шевками и кальянами. То есть «караван-сарай» – это такой древний аналог торгово-развлекательного центра. В новом суперсовременном «караван-сарай» все это тоже есть. И первоклассные гостиницы, и рестораны, и модные магазины. Но самая романтическая вещь, как по мне, – это озера и каналы, по которым можно кататься на лодке, как в Венеции. Можно я туда пойду? Да, конечно. Вау! Это просто фонтанстика. Шикарно. Привет! Сказочное место. И наступает вот такая красота! Здрасте! Все так красиво! И здесь горит свет, и здесь. Вода чистейшая. Сказочно! Для тех, кто не в курсе, в каждом городе «Орел и Решка» оставляют бутылку с кладом. Для того, чтобы первый, кто найдет, на своем опыте убедился, что со ста долларами можно путешествовать. Бутылку ищите на площади Рамздира Алана. Она надежно спрятана вот в этом отверстии, в одной из скамейков. Удачи! Я уже иду минут 10, ищу гостевой дом у Лязат. Гостевой дом – это когда хозяин оборудует несколько комнат своего жилья под прием постояльцев. Хозяйка Лязат знаменита своим гостеприимством. Красивой девушке лазить ночью под чужим двором мало приятно. Еще и собаки на тебя лают. Гостевой дом – это когда хозяин оборудует, ага, целоматься дарма, брубарма. Кто-нибудь есть? Абірмай. Аль, что ты никого нету? Это точно здесь. А, Лязатапа, Лязатапа керек. это у нас кухня обеденный стол здесь можешь обедать и завтракать у меня две комнаты вот это подороже это подешевле идем покажу подороже смотри вот теплая комната двухместный номер шкаф шкаф тебе не надо не ходи туда в шкаф двухместный номер это стоит 10 тысяч поняла тысяч деньги если тебе дорого идем покажу вторую комнату окей дальше а это смотри здесь можно ночевать за 5000 тенге смотри какая большая комната тут есть матрасики вожиги же так как каждый может взять себе матрасик за 5000 и можете здесь в шестером за 30 тысяч спать я сама эти матрасики шила можешь взять себе матрасик и постелить вот я тебе сейчас покажу смотри какой матрасик за человека 5000 тенге но в той комнате где кровать где удобно 10 тысяч я могу себе позволить я очень сильно устала я стопа и беру ту комнату пожалуйста в принципе ковер старый уютненько цветочки на подоконнике среди достоинств комнаты можно отметить прозрачное стекло в коридор и даже без штор это очень удобно когда захочется узнать что там новенького в коридоре свежий воздух air имеется вот еще окно выходит на живописную стенку там ничего нету можно лучше может лучше даже закрыть так кровать удобная большая и шкафы все я я не знаю очень уютно очень классно мне нравится в небо главное переночевать и где-то где мне будет не страшно вечером ля затопа угостила меня вкусным домашним ужином такой полноценный ужин прям приятно спасибо тетушка ля зат пауш саки и плов это просто шедевр как бы прям какой-то больших повар дай даран сях вот это маша у тебя мда мечты воплощается древность прожить день как президент жаль только одну по ощущению не одинок хотелось бы чтоб любимая лежала а что рыбы здесь не помешали так где дешево переночевать и развлечься в туркестане мы с вами уже знаем а вот вкусно и недорого поесть местную кухню пока что загадка чтобы разгадать ее дай-ка я загляну в релайф это соцсеть для легкого поиска людей знаний и услуг по всему миру за пару кликов можно получить базу знания и задать вопрос о городе в котором ты путешествуешь или хочешь переехать жить смотрите заходите сообщество казахстана потом в личный опыт переезда но я же говорила есть гайд про еду и сцены в туркестане релайф мир твоих руках я Сегодня я буду развлекаться за пределами Туркестана. Вчера Батлер устроил мне приглашение на кокпар. Кокпар на русском языке называется смешным словом «козлодрание». Тем не менее, оно очень точно отписывает суд. Участники дерут козла в прямом смысле этого слова. Козлу отрезают ноги, отрезают голову и начинают таскать душу по всему полю. И тот, кто первый накинет в ломку, тот и победитель. Кокпар обычно проводят состоятельные казахи по большим праздникам. Например, сын родился. Или сын поступил в университет за рубеж. Или юбилей. Одним словом, это какое-то крупное радостное событие, которое состоятельный казах хочет отметить. Сегодня кокпар устроил крупный скотопромышленник Арман Кошиманов. Хозяин праздника встречает меня лично. Это большое уважение. Приятно. Кокпар – это большой казах. Казахский праздник. Пропустить такой нельзя. Перед кокпаром гостей развлекают охотой с ловчими птицами. Сегодня в программе хищные птицы. Этот беркут будет нападать на белого зайца. Этот нападет на черного зайца. А этот беркут будет охотиться на искусственную лису. Лис нынче мало, поэтому искусственная. Ну и с тяжелым сердцем начнем. Умению обращаться с ловчей птицей нельзя научиться на каких-нибудь курсах. Только особые люди, особый клан – беркучи – передают знания из поколения в поколение. От отца к сыну. Наши предки использовали их как живое оружие. С их помощью ловили других птиц, зайцев и лисиц. Когда смотришь на него, страшновато. Боишься, что он клювом тебя ткнет. Не дай бог глаз. Пришло время охоты. Кролик, беги, 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 беги. Кролик, беги, 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 беги. Поймал, поймал, поймал. После показательной охоты кролика выпускают. Давай, прости меня. Ну, это немая затея, если что. хоть кролик никогда не видел орлов и не был в дикой степи он интуитивно нашел путь спасения спрятался под оператором единственная возможность спастись это просить защиты у человека правда это ему не помогло пар мужской праздник поэтому мое появление вызвало у мужчин как бы сказать повежливее недоумение кто-то пристально меня осматривал сзади а кто-то вообще без разрешения трогался рюкзак и все без исключения смотрели мне вслед раньше женщин на мероприятие не пускали даже пословица такая есть женщина на кок пар не ходит а то лошадь споткнется сейчас это правило соблюдается не так строго женщины на празднике присутствует правда заняты они исключительно уборкой и готовкой пока купар не начался всех желающих приглашают посмотреть на гонки собак для них разводят специальных гонщик исконная казахской породы тазы эти псы помогали нашим предкам охотиться на зайцев и лис но лисы давно перевелись на поле запускают тюфак и борзые со всех лап пускаются в погоню за ним а современные тазы приносят своим хозяевам не зайцев и лис а деньги за победу собачьих века зрители тоже могут выиграть держат если сделают правильную ставку на собаку победителя мужчина который поставил на собаку победителя выиграл 150 тысяч тенге сергазы который поставил на четвертый номер брат поздравляю я хочу сделать ставку на пятую собаку пять тысяч тенге уралай ставит на пятую собаку по кличке сумка ставка на собаку под номером 2 по кличке дуле и на старт внимание ма а 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 вот давай давай пятый пожалуйста карты моя последняя надежда and а с мы i не с а уже но нет второй номер вершин первое второй номер победил оба собака кто rooms career ately деньги свои, к сожалению. Сегодня скотопромышленник Арман Кошманов дает праздник по случаю обрезания своего 7-летнего сына. Кульминация праздника – кокпар. Кокпар начинается с того, что нужно зарезать козла. Не знаю, легче ли от этого козлу, но зарезают его с церемониями. Заклание козла – священная традиция, но выглядит жестоко. Поэтому просим убрать от экранов впечатлительных лиц, а также детей. Такова участь барашка. Пока я отвернулся, козлу отрезают голову и ноги. Тушу для игры выбрасывают на начальную точку. Объявляю турнир по кокпару открытый! Правила игры в кокпар такие. Вот поле, вот туда свалили тушу козла. Это старт. На другом конце поля, вон там, где красный флажок – финиш. Цель – схватить тушу и первым дотащить ее до финиша. По свистку ведущего, все 200-300, сколько их там человек, набрасываются на тушу и тащат ее в другой конец поля. Туша схвачена. Тур длится 2-3 минуты. Как только туша заброшена в ворота, победитель идет за денежным призом. Интересно, что денежный приз в каждом туре дают от себя приглашенные друзья и почетные гости. Чем больше приз, тем больше почета гостю. Как правило, это 30 тысяч тенге и выше. Орел и речка, да, мы на 5 евро киллеса салмга. Орел! Такого еще никогда не показывали. Впервые в истории «Орла и решки» Кокпар от первого лица. Яростная схватка за 500 евро. «Орла и решки» Кокпар от первого лица. Кокпар от первого лица. Меня vomiting приんядить! Кокарт! Президент смартфональная схватка за 500 евро. Кокарт! Колесьте посещали. Кокарт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это еще не конец. Начинается вторая часть игры, схватить душу и первым принести обратно. Битва начинается снова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 250 евро от программы «Орел и решка» получает всадник Султан и скакун Газель. Это скакун уважаемого дяди Амирбека, мужа моей тети Айгуль по имени Сарышаян. Всадник Султан. Поздравляю! И еще 250 евро вручаем всаднику Талгату со скакуном уважаемого байбасына. Поздравляю! Большое спасибо программе «Орел и решка». Даст бог в следующем году, и ты сможешь поставить свои 100 евро. Я, как обладатель премиальной карты с неограниченным бюджетом, хочу посмотреть финал на вертолете сверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверен, что даже президенты не сидели с открытой дверью от вертолета и не наблюдали за зрелищным фортом как Коктар. Гони! Гони, это ты! Боже мой! Неужели это ты? Что с тобой? Что случилось-то? Что за какая-то, что за стойка? Что, дознался, что ли? До такой степени деньги. Кто это там говорил? Перед Всевышним все мы равны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты можешь помолчать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня тут в брекетах кусочек мяса застрял. Ты не проголодалась? Мы находимся в Туркестане. Ты чё? Нет, конечно. Да ладно, я шучу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я шучу, я шучу. Я просто решил разыграть. Прости. Ладно. Как ты провел свой уикенд? Это не описать словами. Меня встретили как президента. Меня заселили в президентский отель. Меня забрали на Кок-парк. Я зашел на саму усыпальню Мавзолей. Серьезно? Туда столько президента, ты понимаешь? Конечно. Это... Я не знаю, в каких городах я еще побываю, но 100% столица тюркского мира покорила меня сполна. А после всех моих слов у тебя что там было? У тебя что там было? Огромное спасибо, Туркестан. Это было супер. Ладно, нищебродка, поехали. Нищебродка. Он меня берет, боже. Я готова быть для тебя сегодня. Я готова для тебя быть. Крыш-крыш-крыш. Смотри, смотри, смотри. Для меня ты готова быть. Пока, пока, пока берут, да? Молчи. Блин, они здесь так круто, да, реально? Так было жарко, конечно. О Туркестане невозможно рассказать в одном выпуске. В этом городе у нас было еще столько увлекательных приключений. И поездка к волшебному колодцу у Кашата. И шикарное ночное шоу. Браво! И потрясающий ресторан Санды с тысячелетними рецептами казахской кухни. Приступим же! И многое-многое другое. Это же тяжело! Я это уже мозги, кажется, вытаскиваю. А вы обычно едите мозги? Мы влюбились в Туркестан. И мы сюда обязательно вернемся. Убить вообще-то мне. О! О!